Итак, друзья, позвольте я поясню поподробнее. Значит, мы делаем подбитие спиралевидной декомпрессии, вот эта черстая часть, да? Вот так вот вдоль позвонка локтем растираем, причем наш упор идет в реберно-позвоночное сочинение. То есть мы когда с нагрузкой, во-первых, второй рукой упираясь, да? Во-вторых, когда мы доходим до грудного отдела, мы можем это еще порезче делать, в некоторых местах придавливать. И чтобы был сильнее импульс, да, мы можем добавлять качание головой. Головой как бы добавляем такой удар. В некоторых местах прям бывают ребра торчат. Дожжание примерно вот тут вот идет вот эти усочинения, о которых я говорю. Поясничное, ой, реберно-позвоночное. Таким способом, что мы можем вправить ребро, идет щелчок, трасс в этот момент. Почему спиралевидные именно закручиваются с этой стороны вот в эту сторону, то есть против часовой стрелки, да? Получается слева против часовой стрелки, справа по часовой стрелке мы будем закручивать. Потому что, во-первых, это идет декомпрессия, нам надо движение вдоль позвоночника и ввести вверх, да? А во-вторых, вот сейчас на спилете покажу. Во-вторых, вот смотрите. Дело в том, что вот, ассистный отросток позвонка, да, видно. А его с реберно-позвоночное сочинение, вот эти поперечные отростки, они выше находятся. Вышло вот примерно на два пальца. Поэтому с этой стороны нам надо делать вот такие движения. То есть, мы отсюда вот так, дышь, дышь, подбиваем вот так, понимаете? Вот часовой стрелки. А в эту сторону, соответственно, против часовой стрелки. Вот такие у нас движения. В этом большой, кстати, нюансы, которым многие даже не догадываются. Теперь идем дальше. Значит, сделали один проход, да, мы уже делали второй проход побольше. Уже захватывая всю спину. И потом у нас переем в рубанах. То есть, был захват вот такой вот, да, мы с упором делали. Теперь перекладываем руку полностью на все предплечье. У нас будет работать. Тут можно держать вот так, вот так, вот так. В общем-то, не важно, как вы ее держите. Ну, я предпочитаю, чтобы было похоже на рубанок держать именно за палец большой. И мы резкими движениями натираем тело человека. Во-первых, продольно. Раз, два, три, четыре прохода делаем, да? Последовательно вдоль всей параллели спины. Потом проход у нас такой. Большим массивным движением ягодичную мышцу, да? Боковые мышцы, косые, квадратную мышцу. Потом широчайшую мышцу. Значит, мы эти мышцы можем не только раздвигать, но и как бы приподнимаем на себя. А давайте мы приподнимаем. И трапециевидную мышцу, это получается по загонали в сторону лопатки. Вот так мы идем. Такими быстрыми энергичными движениями. Все это растираем, растягиваем как можно больше, массивнее, такими большими массивными мазками. Подготавливать тело человека к дальнейшей манипуляции, мануальной манипуляции. И после этого уже можем... А, потом еще растягиваем его продольно. То есть это закончили, остановились возле шеи, да? И возле шеи наши локти начинают ходить перипедикулярно телу человека, да? Но двигаются параллельно друг к другу. Можно добавить элементы роллинга с поворотами вот такими. Возвращаемся таким движением обратно и начинаем делать лодочки. Сначала ставим, ну, как бы начинается регата, яхта, да? И вдоль позвоночника мы расправляем яхты. Первую яхту мы ставим, внедрившись в промежуток между плавающими ребрами и подвздошной костью, да? Пытаясь их растянуть максимально для расслабления квадратных мышц. Так, одну минутку, я скоро продолжу. Итак, мы ставим лодочки. Значит, соответственно, здесь мы разжимаем квадратные мышцы, растягиваем поясничные, да? А дальше, внедряясь, по крайней мере, стараясь внедриться в межреберное осочленение, мы их такими резкими рывками пытаемся раздвинуть, проходя опять же снизу вверх, декомпрессируя позвоночник. После этого прозвучал выстрел и пошла регата. Первая яхта поклыла, оставляет за собой шлейф воды. Это, соответственно, вот такие волны расходящиеся, которые у нас изображают локти. И мы таким образом широко, всю спину пытаемся растянуть, декомпрессируя ее еще раз и еще раз. Соответственно, условно, все это расстояние разбиваем сначала на четыре участка. Раз, два, три и четыре. Потом разбиваем на два участка, на три, на два и на один участок. И когда мы делаем один проход, мы ставим локоть, это вот локтевые расшатывания уже идут, ставим локоть, соответственно, на крестец, этот кулачок, а второй ставим с той стороны позвоночника, не задеваясь из-за отростки, то есть вот с этой точки. И вот такими движениями, соответственно, этот локоть идет вверх, мы вытягиваем позвоночник и растягиваем все мышцы, еще раз декомпрессируя, и раскачиваем, добавляем вибрацию. Второй же локоть растягивает в обратную сторону, как я вам говорил, вот от этой точки, мы должны все, что ниже, тянуть в обратную сторону. Соответственно, показываю, локти ходят вот так вот, в противофазе друг относительно друга. И после этого техника каток, асфальтовый каток или бульдозер, мы ставим практически так же руки, только вот этот локоть, который дальний, да, мы сдвигаем на ось подвздошной кости, вот здесь. Первая рука также идет, да, о которой ближе к дворе, а эта рука за эту ось держится, и она так вот двигает тебя назад, в обратную сторону. Ай, момент. Итак, мы обоими локтями растягиваем позвоночник, декомпрессируем его, локти двигаются параллельно друг к другу, соответственно, доходим до шейного отдела. Большая такая волна через все тело. Основной упор делаем в реберно-подвздошные, в реберно-поясничные сочленения. Опять слышат там хруст, траст, идет раскрепощение. Следующий момент. Мы останавливаемся вокруг лопатки. То есть, где закончили движение, там мы продолжаем следующую нашу зону. Для этого мы подворачиваем руку человека назад, заводим, своей рукой, которая дальняя от головы, опираемся опять же на крестец и держим его за локоть. Таким образом, мы, поднимая его за локоть, управляем лопаткой и управляем плечом. Первый прием приподнимаем на себя, максимально отводя назад плечо, второй рукой залазим с той стороны через ключицу к плечу. Можем помассировать плечевые мышцы, дельта, мышцы грудные, короткую, по крайней мере, грудную мышцу, ключицу помассировать. И, соответственно, отводим лопатку. Отводим лопатку сначала вот в эту сторону. Здесь упор опять вот сюда идет. То есть, мы ее разворачиваем, растягивая зубчатые мышцы, которые крепятся к ребрам. Потом разворачиваем лопатку в противоположную сторону. Вот такой вот у нас упор получается. Растягиваем таким образом дельтовидные и ромбовидные мышцы. Здесь вот. Малая ромбовидная, большая ромбовидная. Так. После этого, если нам нужно проработать дельтовидные мышцы вот с этой стороны, мы натягиваем плечо на себя, за локоть, тянем к себе, растягиваем эту часть. Если нам нужно проработать со стороны лопатки, в лопатку залезть, мы опускаем локоть на стол, с той стороны, опускаем ближе к столу. Получается, у нас раскрывается лопатка, она как бы отходит от ребер. Переходим к локтевой технике. Здесь, в принципе, то же самое, что и здесь. Спередевидение движения снизу вверх, опять же, декомпрессируем позвоночник. И прожимаем точки. Парточки позвоночник останавливаться не буду, просто примерно схожу, где же находятся лопатки. Давление осуществляем туда технике шиатсу, соответственно, этому как бы венчиваемся и вывинчиваемся из этой точки, либо с вибрацией. Давление осуществляется перехвентикулярно в тело человека, то есть, соответственно, здесь с этой стороны, в угол лопатки, вот так немножко снизу, здесь получается, давим вот так перпендикулярно лопатки. Ну, и завершаем работу вибрации кулаками. Тарпециритная мышца у нас идет вот отсюда. Давайте на этой стороне покажу. Отсюда к лопатке, вот так она тянется, тянется. Тут сухожильный ромб и дальше с шеи практически черепа натянем с лопаткой. Соответственно, наши вибрации кулаком, костяшками кулака мы проходим по этим мышцам, растрясая их, перпендикулярно их волокнам. Вот так, вот так, здесь вот так, и вот так, потом общим махом по всем волокам прошли. После этого опускаем лопатку и завершающее движение у нас это постукивание, вибрации. Давайте, что-то шествую. Потряхивание всевозможное. Так, ну, кто смотрел, можете сфотографировать. На самом деле, про поступивание и потряхивание я сейчас подробно не буду рассказывать. И, конечно, многие нюансы на этом видео будут для вас недоступны, потому что, ну, по видео очень тяжело чему-то научиться конкретным, тем более, видите, в общем, вот какая каша. Вы лучше приходите сюда, к нам на тренинг, познавайте это все на натуре, на живой натуре, отрабатывайте на практике и сразу же внедряйте в жизнь. Так будет максимально эффективно для внедрения в жизнь практически, наверное, 80-90% у вас это получится. А если вы это настолько смотрите по видео, то ничего страшного, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик вверху, чтобы получать новые-новые уведомления о новых полезных видео. И не забудьте поставить лайки. с вами был Олег Калавгудвин, до новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok